МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Корреспонденты ОРТ следят за событиями из жизни региона, о главных из них расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости дня в студии Максим Самойлов. Вот о чем пойдет речь сегодня. Уволить всех! Работники машиностроительного концерна получили уведомление о сокращении. Улица Уральская закрыта на месяц. Что будет с одной из самых проблемных дорог Оренбурга? Экс-заместителя главы города под суд. Сколько грозит Геннадию Борисову за взятку почти в 4 миллиона рублей? Пенсионеры получат доплату. Кто может рассчитывать на господдержку? Дыхание степи. Чем заполнился этнофестиваль для сотен оренбуржцев? Оренбург-Спартак. Наши футболисты превзошли ожидания болельщиков. Начинаем выпуск с печальной новости. В эти минуты стало известно о кончине Андрея Жановича Зеленко. Герой России, военный комиссар Оренбургской области, скончался после продолжительной болезни. Телеканал ОРТ выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Подписан приказ об увольнении всех работников машиностроительного концерна «Армет ЮМС». Эту информацию подтверждают в региональном профсоюзе работников промышленности. В настоящее время на ЮМСе занято более 600 человек. Еще почти 2000 работников в вынужденном отпуске. Напомним, директор концерна Александр Сарбаш покинул свой пост. Предприятием руководит конкурсный управляющий Игорь Ковалев. Есть приказ о сокращении численности статуса или с ликвидацией. Дали указания отделу кадров о том, чтобы, согласно закону нашей о банкротстве, уведомить работников о предстоящем увольнении не позднее, чем в течение месяца со дня даты уведения конкурсного управления. Долг перед людьми уже вырос до 84 миллионов рублей. Общая сумма долга более 5 миллиардов. Напомним, завод перестал работать в полную мощь 12 сентября прошлого года. По официальным данным, простой продлен до 30 июня. И к другим темам. Сегодня улица Уральская Оренбурга будет перекрыта. На магистрали начнется капитальный ремонт. Уральская – одно из самых проблемных направлений областного центра. Разрушение асфальта, ямы. Чтобы объехать некоторые из них, водителям приходится выезжать на встречную полосу. Автолюбители отмечают – ямочный ремонт не исправляет неровности дорожного полотна. Я много заделывают с этим срезом асфальта. Через месяц, через неделю все вылетает. Неделю туда-сюда поездил, сейчас колесо балансировал. С 27 мая на улице Уральской начнется капитальный ремонт. Сегодня на месте уже установлены предупреждающие знаки «Готовится техника». Пока движение легковых авто не ограничено. К работам дорожники обещают приступить ближе к вечеру. Подрядчиком выступает Уральская жилищно-строительная компания. Общая сумма контракта составляет около 200 миллионов рублей. Однако некоторые оказались против реконструкции магистрали. К нам в редакцию обратились жители многоэтажных домов. По их словам, расширение улицы навредит парковой зоне. Деревья будут вырублены. Подробный репортаж о проблеме сейчас готовится к эфиру. Подробнее о ситуации расскажем в вечернем выпуске «Новостей дня». Экс-заместитель главы города предстанет перед судом. Завершено расследование по делу Геннадия Борисова, сообщает региональный следственный комитет. Дело рассмотрит Ленинский суд Оренбурга. По версии следствия, в прошлом году от генерального директора УКС «Инвест» Борисов получил взятку 3 миллиона 900 тысяч рублей. Деньги предназначались на общее покровительство и попустительство по службе в интересах предприятия. 8 августа 2018 года заместители главы города задержались по личным. Геннадий Борисов практически сразу заключил со следствием досудебное соглашение. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, дал стабильные признательные показания, изобличающие как его самого, так и должностных лиц администрации города Оренбурга в совершении преступлений. Дело Геннадия Борисова передано в суд, а расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Оренбурга Евгения Арапова и иных лиц продолжается. Выходные не обошлись без происшествий. Серьезное ДТП произошло на перекрестке проезда Знаменских и улицах 60 лет октября. 30-летний водитель автомобиля «Лада Веста» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Пежо». Виновник аварии не пострадал, а водителей иномарки госпитализировали с травмой головы. Еще одна авария произошла под Саратовом. Пассажирский автобус из Оренбурга попал в ДТП. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Известно, что при обгоне водитель заказного микроавтобуса, который следовал из Оренбурга в Махачкалу, столкнулся с фурой. В момент аварии там находилось 13 человек. 9 из них с травмами средней тяжести госпитализированы в больницу города Камышин. В поселке Кардаилово и Лекского района горели картофельные склады. «Горят хорошо. Без готовности останешься». «Вот и именно». Спасатели боролись с огнем почти 7 часов. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Во время происшествия пострадала женщина. С ожогами ее доставили в больницу Оренбурга. Многодетным семьям ключи от автомобилей. Сегодня временно исполняющая обязанность губернатора Денис Паслер поздравил победителя областного ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья-2019». Выбор финалистов оказался непростым. Заявки на участие подали более 30 семей из разных районов области. Сегодня 5 из них получили ключи от новых автомобилей. Собственный автомобиль для многих многодетных семей – это давняя мечта, исполнить которую без помощи невозможно. Сегодня она стала реальностью и для Бурумбаевых. В семье воспитывается 6 детей. Глава большого семейства – водитель маршрутки. Новую машину оценил по достоинству. Очень замечательный подарок. Я просто еще за рулем такой машины не сидел. Но сейчас у меня будет такая возможность оценить уже в плане ходовом. В плане, значит, ну, конечно, впечатляет, впечатляет. С каждым годом в регионе многодетных семей становится все больше, отметил Денис Паслер. Сегодня их около 27 тысяч. На социальную поддержку этой категории граждан из бюджета области выделено более 5 миллиардов рублей. Теперь к другим новостям. Более 20 коллективных жалоб. Именно столько поступило в региональное министерство природных ресурсов только за 5 месяцев этого года. Специалисты констатируют, экологическая ситуация в области требует незамедлительного решения. Сложнее всего обстоят дела на западе Оренбуржья. Именно это сегодня стало ключевым вопросом на заседании в правительстве области. За круглым столом представители региональных органов власти, руководители ведомств и крупных промышленных предприятий. Это не случайно. В последнее время люди все чаще жалуются на ухудшение запаха. Эксперты называют 5 районов, где ситуация требует незамедлительного решения. Это Переволодский, Новосергивский, Сакмарский, Ташлинский районы, а также Сорочинский городской округ. Где сосредоточены предприятия, занимающиеся добычей, хранением, переработкой и транспортировкой углеводородного сырья. Посты контроля в этих населенных пунктах отсутствуют, что сделает практически невозможным принять оперативных мер реагирования по выявлению источника загрязнения. Стационарные посты мониторинга атмосферного воздуха. Специалисты уверяют, в экологически неблагоприятных территориях они просто необходимы, чтобы отследить возможные превышения ПДК. В свою очередь в региональном Роспотребнадзоре просят внести поправки в соответствующую документацию и сделать их работу круглосуточной. Так легче будет выявить суточную концентрацию вредных веществ в воздухе и спрогнозировать их влияние на здоровье оренбуржцев. Но главное, на что обращает внимание временно исполняющий обязанности губернатора, так это на уровне субъекта выработать механизм действенной работы всей цепочки. От руководителя предприятия до надзорных органов. Ведь одно дело установить нарушение, другое наказать. Давайте свои проблемы решать, которые у нас сегодня здесь существуют. Это наши прямые полномочия. Защищать наших граждан. Если есть обращения, а их много. Вот и все. Мы все время говорим о ком-то. А там федерация намешает, а тут еще кто-то решает. А сами за собой-то не следим. Не делаем как положено то, что должны делать. В стране со следующего года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Его цель – снизить объемы выбросов. Такой закон разработала Минприрода России. Проект будет внедрен в первоочередных 12 городах. Наряду с Магнитогорском, Липецком, Челябинском, Красноярском. В этом списке и Медногорск. Это значит, что промышленные предприятия должны снизить выбросы на своих источниках. Если же это невозможно, то компенсировать региону. А вот каким образом это установит региональная власть на местах? Сама. Наталья Мороз, Владислав Горбунов. Новости дня. Сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. И вот о чем пойдет речь во второй части программы. Пенсионеры получат доплату. Кто может рассчитывать на господдержку? Дыхание степи. Чем заполнился этнофестиваль для сотен оренбуржцев? Оренбург-Спартак. Наши футболисты превзошли ожидания болельщиков. Вы смотрите новости дня, а мы продолжаем. В России утвердили новый порядок расчета пенсий. Приказ Министерства труда уже вступил в законную силу. Перерасчет коснется неработающих пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума. Если раньше после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии, но пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума, то, согласно новым правилам, сначала будет устанавливаться социальная доплата. Она приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума, и лишь потом будет происходить индексация. В мае начались выплаты пересчитанных с начала года пенсий. По закону, эта работа должна завершиться к июлю. Сегодня в школах Оренбуржия стартовала итоговая аттестация. Старшеклассники сдавали ЕГЭ по литературе и географии. В этом году в литературу выбрали 446 человек, географию 104-11 классника. Уже в среду выпускникам предстоит сдать математику, профильный и базовый уровень. В пятницу, 31 мая, за тесты возьмутся те, кто выбрал историю физику. А 3 июня все будут сдавать обязательный русский язык. Следом иностранный язык, химия, общество знания. Последними 13 июня пройдут экзамены по биологии и информатике. Дыхание степи. Этнофестиваль под таким названием собрал сотни оренбуржцев в Беляевском районе. Заповедный участок Придуральская степь на один день стал открытой площадкой для всех желающих. Как отметил свое 30-летие государственный природный заповедник Оренбургский и кого пригласил на свой юбилей в материале моих коллег. Меч, щит, кольчуга. Все почти настоящее. Русские воины отрабатывают детали боя. Тут же сражение на копьях. Но здесь уже с учетом техники безопасности. Наконечники смягчены, на лицах современная защита. Метание топора. Забава русская и древняя, но популярностью пользуются до сих пор. Впрочем, как и стрельба из лука. К сожалению, очень мало мест, которые могут предоставить именно стрелковый тир для луков. Заповедник Оренбургский – лучшее место для демонстрации древних боевых искусств. Свежий воздух, равнина, простор. Не случайно реконструкторы уже несколько лет – активные участники фестиваля «Дыхание степи». Подобный фестиваль мы впервые проводим с таким размахом, но теперь это будет ежегодное мероприятие. И каждый год, в последнюю неделю мая, можно будет приехать на территорию заповедника Оренбургского. Это единственный день в году, когда мы делаем день открытых дверей. Традиция – быт культуры древних русичей. Узнать и прикоснуться к ней рады не только дети, но и взрослые. Древние ремесла и современные промыслы. Носут зрителей и украшения скифов, и акбулакская глиняная игрушка. Все под песни и танцы творческих народных коллективов Оренбуржья. Кульминация праздника – встреча с лошадьми Прижевальского. Даже через решетку увидеть краснокнижное животное хочет каждый участник фестиваля. Паломничество к вольеру не прекращается несколько часов. Здесь много очень интересного, увлекательного. Я думаю, такие выезды, такие встречи только принесут положительные эмоции. Не только нам. Будем знать свою историю, даже немного будем знать о этих лошадях Прижевальского. И как можно почаще хотелось, чтобы такие мероприятия проходили у нас здесь. Сейчас я думаю над тем, чтобы организовать туризм выходного дня. То есть, чтобы можно было в выходной день приехать, посмотреть лошадей. А в районе Сазана, в Бурдинском, например, там, отведать пищу национальную, да, покушать здоровую пищу, там мясо такое разместится здесь. То есть, мы над этим работаем. И, в принципе, будущее мы в этом видим. 30-й день рождения заповедника завершен. Сотни участников и гостей со всего региона уже дома. В памяти каждого этноколорит, уникальная флора и фауна. И главное – дыхание степи. Инна Томирина, Владислав Горбунов, Дмитрий Питайкин, Семен Воробьев. Новости дня. В завершении выпуска новости спорта. Отличная игра, прекрасное завершение сезона. В последнем туре чемпионата российской премьер-лиги футболиста Оренбурга обыграли московский «Спартак». 7 тысяч болельщиков на стадионе «Газовик» становятся свидетелями триумфа оренбургской команды. В красивой, зрелищной игре «Хозяева» побеждают самый популярный клуб страны. В начале матча в очередной раз срабатывает фирменное оружие Оренбурга – исполнение стандартов. Со штрафного португалец Рикардо Алвиш вместо навеса в гущу игроков в мастерский закручивает мяч в пустой угол ворот и поднимает на ноги трибуны. Еще в первом тайме «Хозяева» создает ряд опаснейших моментов, но развить успех не удается. После перерыва игра выравнивается. Москвичей явно не устраивает результат. На поле открытый футбол, соперники отвечают атакой на атаку. И когда идет уже добавленное время, победную точку ставит Артем Кулишев. Обокрав вратаря красно-белых, он проходит защитника и закатывает мяч в пустые ворота. 2-0. Благодаря этой победе Оренбург завершает чемпионат на седьмом месте среди 16 команд. Отличный результат для новичка Премьер-лиги. На этом пока все. О событиях в развитии расскажем в вечернем выпуске новостей дня в 19 часов. Не пропустите. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин